Рабочая неделя в администрации района началась с расширенного планерного совещания. Повестка включала в себя 10 важных вопросов. Поприветствовав присутствующих, глава района предоставил слово начальнику отдела по делам ГОИЧС Николаю Звереву, который доложил об эпидемиологической обстановке на территории муниципального образования Кашхабльский район. На сегодняшний дат 85 находится на лечении. Из 85 человек 67 находятся на амбулаторном лечении и 18 человек на стационарном лечении. Коротко по населенным пунктам. Из этих 85 человек Кашхаб 25 человек, Личепсин 18, ЕГОХай 26, Дмитриевский 5, Майский 4, Натурбова 3, ХОЦ 1. Что касается проверок соблюдения стандартов Роспотребнадзора, за выходные дни комиссия выезжала в сельские поселения. Было проверено 15 торговых объектов на территории ХОЦинского и Вольинского сельского поселения. Проведение массовых мероприятий, в особенности свадебных торжеств, на территории района недопустимо. Еще раз подчеркнул глава района. Причиной этого выступления послужила информация, которую в своем докладе предоставила начальник отдела Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея, Шовгеновского и Кашхабрского районов Жанна Бжецева. Было отмечено, что среди заболевших и работники образования. А очагом заражения стала свадьба. Пожалуйста, отнеситесь к серьезным работникам образовательных учреждений, с температурой, с какими-то признаками. Не надо ходить в школу, заражать детей. Заур Хамирзов еще раз призвал всех неукоснительно соблюдать все меры и предписания Роспотребнадзора. Одним из ключевых вопросов в повестке дня стала предстоящая вакцинация населения от гриппа. Главный врач Центральной районной больницы Заур Хашев отметил, что до 1 ноября необходимо привить свыше 19 тысяч человек. Эпидемиологическая обстановка осенью, сезона осенью и весной 2021 обещает быть непростой. В этой связи тем более важно начать своевременно провести вакцинацию населения и суметь выполнить ее в назначенных производных объемах. Для тех, кто интересуется, я могу пояснить, что эти цифры, эти задачи и плохого населения, они ни в коем случае не берутся с потолка. Это не просто произвольная величина. Это обязательно используется научный метод расчета с учетом необходимых известных специалистов коэффициентов. Поэтому, когда мы получили в этом году увеличение плана по церкви в прошлом году больше, чем в полтора раза, это вызвало понимание со стороны работников, со стороны доцеников, удовольствия. Руководствоваться при вакцинации населения в этом году мы будем приказом Минздрава, звуки Адыгея, номер 661 от 13 августа 2020 года. В его основных статьях, которые будут рассмотрены, для населения конкретно Кашковского района необходимость охватить вакцинацией 19 500 человек, из них 4 600 детей. Цифра существенно превышает прошлогоднюю, как я уже сказал, в большинстве в полтора раза. В прошлогоднем наш показатель исполнения был равен 101,5%. Тогда необходимость была привить 12 500 человек. Но приказом Минздрава предусмотрен создание в нашей организации шести привычных бригад. Основной задачей, которую на ближайшие два месяца станет именно эта работа. Но предварительно есть мнение, что работа шести бригад, даже интенсивная, можно сказать, не достаточная. И тогда, в зависимости от того, как будут двигаться дела, будут созданы дополнительные бригады к этим изначально шести. Первую партию вакцины и для родственников детей мы получили 4 сентября, в пятницу, не в конце, а после окончания рабочей войны. Эта вакцина была принята, осмотрена, загружена холодильная к установке. Я хочу сказать, что сейчас касались темы соблюдения стандартов. Хранение вакцин – это очень серьезная задача, которая не допускает никаких отклонений от заданных распределительными документами. Это и условия нашей организации соблюдаются, я могу сказать, неукоснительно. Сама вакцина, 1300 дозы взрослых, 64 дозы детской вакцины, они друг от друга отличаются. Немножко по составу, а в основном понятно, что это различие дозовое. Доза ребенка, конечно, отличается. Мы будем прививать должных и будем прививать деток и семилеток с шести месяцев до возраста семи лет. Считается тоже декоративная группа, группа риска таких детей. Этого возраста детей мы должны привить в текущую компанию прививочную 980. Глава района поручила разработать совместный график прививочной кампании и отметил, что будет лично контролировать исполнение этого плана. На планерке также были рассмотрены вопросы о проводимой работе по достижению показателей «Х-матрицы», о выделении земельных участков для коттеджного строительства на территории района, об участии сельских поселений в программе «Комплексное развитие сельских территорий» и ход строительства ФАПов на территории района. По всем рассмотренным вопросам поставлены конкретные задачи.